и также со второй стороны Субтитры сделал DimaTorzok Натяжной ролик я пока не затягиваю Клапанную крышку я установил Спросят как я буду затягивать звезды Затем и как наупили Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Берем, устанавливаем ремень Ремень мы будем устанавливать фирмы Sun Номер его идет A485YU29MM 29 это ширина Вот такой вот ремешок Заводим его на коленвал Заводим на помпу Через обводной ролик Заводим его на выпускной распредвал Субтитры сделал DimaTorzok Жеметьте на ближай kamu Берем его? Субтитры сделал DimaTorzok Так вот, предварительно мы его установили. И вот сейчас можно, попробую показать, вот сейчас мы берем и немножко его выводим вот этим как раз эксцентриком. Все, преднатяг я сделал предварительно, теперь выдергиваем наш фиксатор. Фиксатор выдернули, теперь у нас натягивает его сам натяжитель. Накручиваем болт на коленвал и провернем 4 оборота. Проверим, все у нас прокручивается, не упираются клапаны. И проверяем метки. 4 оборота поверну, здесь метка, здесь метка и на коленвале вот свечу метка. Все, стоит у нас по меткам, ремень у нас натянут. Теперь закрываем его крышками. Ставим на место крышку, аккуратненько заводим разъем на датчик скорости. Я его сейчас брызну, поторопился сказать крышку поставить. Надо сначала кронштейн установить. После этого уже устанавливаем крышку. Разъем я брызнул нанопротеком. Наживляем и закручиваем 6 болтов. Притягиваем. Устанавливаем шайбу. После этого устанавливаем шкив коленвала. Наживили его. Затянем мы его уже снизу, когда зафиксируем маховик. Устанавливаем крышку верхнюю. Кринько-техать. Утрых. Разъем. Чувствуйте. Устанавливаем кронштейн, растяжку. Затягиваем. Устанавливаем на место кронштейн генератора. Устанавливаем на место ремни. Первым у нас идет ремень генератора. Второй у нас идет ремень гидроусилителя и кондиционера. Натягиваем их. У генератора натяжитель, как я показывал, вот он. У гидроусилителя натяжитель, вот он снизу роликом натягивается. Поставил я насос, поставил клапан, патрубки подключил. Вроде бы здесь у нас сейчас все. Теперь ставим коллектор, но самое что забавное, ни старой прокладки здесь не было и новой прокладки почему-то нету, но хотя она должна быть обязательно прокладка. Поэтому мажу тонким слоем герметика и устанавливаю. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Снизу вакуумную трубку одел и вот сверху тоже вакуумная трубка Все, коллектор стоит на месте Продолжение следует... Протягиваем Вставляем прокладку и прикручиваем подвод рециркуляции Тоже протягиваем Также прикручиваем кронштейн Здесь снизу одеваем патрубок, который у нас идет на охлаждение дроссельной заслонки Устанавливаем дроссельную заслонку Готом Продолжение следует... КОНЕЦ КОНЕЦ Теперь ставим диффузоры КОНЕЦ Раскидываем проводку КОНЕЦ Устанавливаем катушки КОНЕЦ КОНЕЦ И затягиваем КОНЕЦ КОНЕЦ Одеваем разъемы КОНЕЦ 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 Так, ну что, мы разъемы все поставили Теперь нам остается снизу затянуть шкив на коленвале А сверху мы ставим уже паук. А сверху. А сверху. А сверху. Ставим на место патрубок антифриза. Ну что, основное мы все собрали. Масло чуть ниже середины. Так, ладно, заливаю антифриз. Антифриз буду новый заливать, потому что там была какая-то непонятная кофейная чаща. Антифриз буду использовать Ага. Номер его идет Ага 002Z, это красный. Ага. Странно. Слил меньше пяти литров, а ушла почти полностью пятерка. Ага. Ага. «Ага». «Ага» «Ага». Ладно, поднимаю и затягиваю шкив. Также как откручивали, так и закручиваем. Надеваем головку и через то заднее окно ловим монтажкой отверстия в маховике, фиксируем маховик и затягиваем. Все, вот таким макаром. Вот и окошко. Вон видно в маховике отверстие, вот через него я фиксировал. Теперь ставим лючок на место и ставим защиту. Поставил лючок на место, здесь не удобно конечно, но он заходит вот отсюда сбоку, заводим его и закрываем. Все, защиту я тоже установил, снизу посмотрел, все, нигде не подтекав, ничего нету, опускаем, заводим и прогреваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, теперь остается только проверять нам. Как машина будет себя вести, будет подъедать масло, не будет, будет дымить. По-хорошему здесь надо было вообще двигатель перебирать и поршневые кольца менять. Ну, хозяин говорит, раскоксовку сделал, и после того, как он сделал раскоксовку, она еще больше масла начала есть. Вот он решил сначала поменять маслосъемные колпачки. На этом все. Замену маслосъемных колпачков мы закончили. Всего вам доброго! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА